Всем привет, хорошего дня, вечера. Вышел прогуляться, смотрите, сегодня у нас наконец потеплело, наверное, не сегодня, а вчера уже было очень тепло, 21 градус, сегодня сейчас плюс 13, но пишут, что будет плюс 15, не знаю, хотя бы там сейчас 3 часа дня. Ну, потеплеть или нет, вообще обещали дождь, но, не знаю, видно, нет облака, возможно, он такой, с прояснениями, но, достаточно, тем не менее, вероятность того, что будет дождь, наверное, есть. Вот, гулять, очень тепло. Кстати, приехало очень много туристов, вчера прям автобусы приезжали, вечером уже выходили толпы людей, то есть чувствуется, все-таки сезон туристический оживает, и город тоже оживает, люди приезжают отдыхать. Отели многие пооткрывались, поживали. Рестораны, бары, ночные клубы, и уже видно, видите, деревья зеленые распускаются, даже весна пришла, все начинает свистеть. Вот этот фонтан-то странный, я не понимаю, он как-то работает, вроде что-то там шумит, да, вода, видите, есть. Есть фонтан, но он как-то странно работает. Есть еще чуть-чуть, и эти деревья уже будут с огромными листьями, кстати, это платана, деревья, если не ошибаюсь, да, называются? А вот, смотрите, какие цветы. Не знаю, вот это лаванда или нет? Не знаю, я ошибаюсь. Кто знает, напишите, что это за растения, за цветы. Ну, здесь немноголюдно, да, еще нет людей. Там вот дальше, в центр, когда выйдем, там будут люди, бесконечно. Не центр, не совсем туристическое место. Мало тут туристов ходят, хотя в той стороне, в той, есть отели. Ну, там более семейные, что ли, там, молодежь, которая приезжает потусить сюда, останавливается в центре, но не там. Вот, например, автобус проехал. Не пропустим, да. Туристический. Сейчас перед дорогой, смотрите, какой тут есть фонтан, водопад очень красивый. Там чайки моются, зеленый. Выглядит, мне кажется, натурально, да? Будто бы естественно течет вода. Такой маленький, маленький оазис посреди центра города. Не знаю, как обожевать фонтанчик ходить. Здесь, кстати, не так много фонтанов, получается. Вот, которые мы видели с вами, не до фонтан непонятный. Есть там вода, нет. Вот этот вот водопад. И фонтан сейчас там вот на пути впереди будет. Сейчас тоже покажу вам этот фонтан. Вот видите, на кольце. Фонтан. Достаточно обычный. В той же Барселоне, конечно, покруче фонтан. Есть колючий, который называется на Манджуике. Но он там поет в определенное время. И в определенные дни. Сейчас он не каждый день там бьет. Вот я выхожу в центральную улицу. Сейчас посмотрим, работает там или нет. У нас открылся KFC новый недавно. Вчера. Недавно это было вчера. Вот центральная улица, где дискотеки. Дискотеки. Отели все открыты. Тут тоже это апарт-отель. Видите? Он такой обшарпанный какой-то. Сейчас пройдем по центральной улице. Около Макдональдса, как обычно, толпа людей. Не знаю, чем он так переупрекает. Если честно, мне не нравятся там бургеры. Бумагу ешь. А здесь никого. Ночные клубы закрыты сейчас, конечно. Не вечером откроется вот тропик, например. А вот тут новый открылся KFC. Но все-таки Макдональдс большая часть людей себе забирает. Все там сидят. А это наш дом культуры, библиотека. Сюда я хожу учить испанский язык. Это, в общем, центральная площадь. Эти буквы поставили не так давно здесь в Леурет. Ну, еще не так многолюдно. Летом, конечно, тут идешь и расталкиваешь людей. Ну, не в прямом смысле, но ты идешь. И как в час пик в автобусе, наверное, не знали. А вот тоже смотрю, вчера он уже был закрыт. Открылся отелью. Свет горит. Да, смотрите, убрали. Были заколочены двери. Убрали. Открыли. Ну, круто. Наконец город оживет. Будут ходить. Вот ночной клуб Гала. Причем СССР по-русски, да, написано? Вот новый клуб Вилд, или Бах, не знаю, как. Вилд, он с Вилд открылся в прошлом году. У него так долго делали, там какой-то сериализм внутри. Собственно, вот прямо если идти, чтобы, буквально, вернуть туда, и будет набережная. Вот эти коммурации. А, это свадебы. А, вот этот супермаркет СПАР. Он зимой закрыт, открывается только летом. Для туристов. Ну, туда смысла ходить нет. Местные туда не пойдут. Это только если ты гуляешь по центру, не знаю, захотелось в один, и просто за водой дешевле, за тип кондунсиям, и купить вот таких маленьких магазинчиков воды. Вот здесь тоже магазин от Казахстанастик продают. Короче, все ожило. Ну, еще не все. Я думаю, что через месяц больше откроется заведение. Сейчас, потому что каникулы у подростков, у студентов, у школи. Все приехали отдыхать сюда. Ну, и в основном, конечно, тут слышно речь французскую. И англичане, и английскую. Вот это основные туристы, которые приехали сейчас сюда. Ой, смотрите, поставили вышку спасателя с зеленым флагом. То есть, разрешено плавать. Мне кажется, что сильно холодно сейчас плавать. Либо три бутылки сангри, а потом нужно идти плавать. Ваше на улице такое умиротворение, да? О, там какая-то ярмарка. Доброе, за руль. Посмотрите, что здесь. Что-то, это одно слово ярмарка. Три палатки стоят. Что тут есть? Сладости. Косметико. 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 Одежда. Ну, это ярмарка сложная называть. Одно мыло, три евро. Два за пять. Эмпанадос. Вот, смотрите, два эмпанадоса за пять евро. Эмпанадоса, это что-то типа пирожков. Возле мэрии стоят, это мэрия Горетто. Смотрите, как распогодено. Солнце вылезло, очень тепло стало на улице. Градусов, конечно, это не добавило. Но очень тепло. Солнце припекает, люди уже вот в шортах вышли, кто-то лежит, загорает. Но еще не как летом. Вот летом, если выйдешь в это время, то все. Нужно идти искать, куда окунуться в воду, прыгнуть, поплавать, потому что будет дико жарко. Сейчас, конечно, комфортно. Наконец, вот это вот апрель. Самый настоящий апрель. Испанский. Музей моря. Я все, насколько здесь живу, никак не могу сходить в этот музей моря, посмотреть, что там. Такого интересного есть. Все, надо как-то собраться, дойти. Смотрите, яхты какие-то, что-то лодки заплавали. Кто-то пытается к воде подойти. Думаю, он плавать будет, а он в одежде. Ну, не так много народа, хотя сейчас самое время, это обед. Я думаю, что весь народ сейчас, конечно, обедать пошел. Футбол играет. Испания футбольная страна. А это, наверное, какие-то, вот, приехали, типа, детских лагерей, или что-то, вот, там, ну, типа, отдыхать. Что-то такое, наверное. А-а-а. Смотрите, видите, зеленый флаг повешили уже, значит, плавать можно. Ну, море-то спокойное, на самом деле. Ну, правда, это очень спокойное море. Мальчик прыгает сюда, лезть в воду. Здесь так пляж и не восстановился, песок не намылся. Я думаю, сейчас семена-санта закончится, пасхальная неделя. И грейдеры приедут, будут собирать песок, потому что при туристах вряд ли сюда нагонят технику. Неэстетично это будет все выглядеть. Видите, вот этот стеклянный дом. Там продаются квартиры. 500 тысяч евро, если у вас есть, можете приобрести квартирку. С видом на море. Ну, они укомплектованы сразу с мебелью, совсем с ремонтом. То есть, под ключ заселять и жить. Аренда там в месяц стоит 1200 евро. Тоже можете снять, арендовать и жить с прекрасным видом. Хотя, видите, вот тут же не было песка вообще. То есть, потихоньку-потихоньку, пособка обратно намывается. Тут с собой ли камни. А здесь не меняли. В этой части опасно плавать. Не рекомендовано. Здесь в конце пляжа детская площадка есть. Постоянно играют дети. Ну, как поставим ночи-то точно не играют. Сейчас прям солнце припекает. Прям очень сильно тепло. Хорошо гулять. Хорошо гулять. По итогу, сегодня я не пошел туда, на Камин-а-де-Ронда. Вторая часть пути. Потому что обещали дождь. Завтра пойду. Завтра пойду. Что ж, тут кафе все открылись. Народа много сидит. В сезон, конечно, не протолкнулся опять. Это правда. Морим запаху круто. Водорослями ламинария. Не знаю. Вот если присмотреться, туристов-то сразу видно, как они выглядят. Большая часть из них все раздеты в шортов, купальниках каких-то. Потому что все приезжают за солнцем, погорецы на Ирпанском южном берегу. Очень хорошая погода для пикников выходить. Ни ветра нет, ничего. Очень комфортно. Все на солнце поставить хорошо. Погреться, особенно после зимы, после такой холодной весны. Хотя весна официально-то еще, знаете, с 24 марта, да? Не так уж и долго действует. Но тем не менее. Погреться на солнце хочется. Погода великолепная. Гулять до наслаждения. В общем, задавайте свои вопросы, что вам интересно увидеть. Можете посмотреть здесь. Постараюсь снять, показать, рассказать. Сейчас я пойду в центр города, снимать, скажу вам, как выглядит город. Как выглядит. Какие-то муские улочки, вообще, как выглядят дома и так далее. Поэтому следующее видео будет оттуда. Подписывайтесь, ставьте уведомления, на колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить. В общем, всем хорошего дня. Увидимся пока. Субтитры сделал DimaTorzok